Итак, мы видим, что в Завете участвуют две вещи. Земля и потомство. Понятно, что не отменяются те обетования, которые получил Авраам. Понятно, что все находится на месте. Завтра мы более будем говорить подробно о процедурной части Завета. Но пока откроем 18 главу. Нет, бытия. Мы все в бытие пока. И прочитаем 17 стих. И сказал Господь, утолью ли я от Авраама, что хочу делать? Опять говорится о том, что Бог сейчас нам скажет о чем? О будущем. От Авраама точно. То есть, все до этого было не точно. А теперь точно произойдет, венитий народ и сильный. И благословятся в нем все народы земли. И дальше написано. Ибо я избрал его для того, чтобы... Теперь, для чего он его избирает? Теперь Бог говорит, утолью ли я... Утолью ли я... Что я буду делать? И тут говорится, для чего же он его избрал? Для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь на Аврааму, что сказал о нем. Итак, для чего он это делает? Для того, чтобы он заповедал... Творить правду и судоходить путями, исполнять пути. То есть, он говорит, я хочу, чтобы он передал это дальше. И тем передал это делать дальше. И тем, чтобы передали это... Бог говорит, у меня есть цель. У меня есть цель. Чтобы потомство его ходило его... Бог, наверное, говорит, у меня есть цель. Чтобы они были богатыми все. Чтобы они были все счастливыми. И Бог говорит, я хочу, чтобы они ходили путями своими. И научили так своих потом. Вы наследники Авраама? Учите своих детей? Бог говорит, это для того, чтобы вы научили своих детей. Для того, чтобы не только вы это делали, но и вы могли передать это дальше. Не для меня одного любимого. Не чтобы я был богатый и счастливый. А для того, чтобы я передал это все... Кому? Детям. Все это для детей. Понятно? Оказывается, не все так просто. Здесь не сосредоточено все на мне любимом. Здесь сосредоточено все на потомстве. Детях. Здесь идет речь о преемственности. У нас есть некоторая проблема. К сожалению, мы воспитывались в мировоззрении материалистическом. Материалистическое мировоззрение – это эгоцентризм, то есть эго. Все направлено на меня любимого. Когда мы смотрим в 28 главу второзакония, она говорит о ком? Второзаконие. Я не спрашиваю о чем там, а о ком там. Кому это все относится? Нам. Нам это кто? Мы это кто? Есть некоторая проблема. Нам, верующим Нового Завета? Народу. Но зачастую эта глава рассматривается в преломлении к личности, а не к народу. Зачастую данная глава или данное место рассматривается в преломлении ко мне любимому. Если я буду исполнять, то у меня будет все хорошо. Но там написано про ком? Про меня или про народ? К личности. Отлично. Открываем, смотрим. 28-я. Завлазим. И что там написано? К личности? Ты. А перед этим народ, да. А перед этим? Вот ты, да. Только ты, это кто перед этим народ? Так кому относится к народу? Упс. Потому что, когда он говорит, я рассею тебя к личности, именно, как он будет это рассеивать, я не понял. Если это к личности, то как он рассеет именно личность? Так что, может быть, все-таки не к личности? Бог вступал с людьми на определенном периоде взаимоотношений ради этих людей, во взаимоотношениях. Он вступал в взаимоотношениях с Авраамом ради него и для его потомков. Он вступал в взаимоотношениях с Ноем. Да. И благословил его потомков. Но дальше, когда возникает народ Божий, Израиль, он вступает с личностью, как с частью народа. Еще раз. Есть личность. Ноох – это была личность. Авраам – это была личность. Исхак – это была личность. Да? Все нормально. Это не был еще народ. Это были личности. Да? И нох. Это личность. Но дальше происходит изменение. Он вступает с личностью, как с частью. Народы, которые он создал для кого? Для себя. Он отделил этот народ от всех остальных народов. И он вступает с человеком во взаимоотношения, как с частью. Он говорит, вот есть хороший парень. У меня есть с ним взаимоотношения? С язычниками у него были взаимоотношения? Он говорит, если ты хочешь иметь со мной взаимоотношения завета, «Завета, стань частью моего народа». Понятно, да? Причем, и мы будем смотреть на это более внимательно, как мы можем быть частью народа через самоотождествление себя с народом. У меня есть дети. Они являются частью меня и частью моего дома, частью моей семьи. Это мои дети. Нормально? И они родились таким образом. Ну, им так повезло или не повезло, не знаю, кто как считает. Но они родились, и они мои дети. Отлично. Но наступает момент, когда они должны определиться, как они будут жить. Когда они маленькие, никто их не спрашивает. Ну, никто их не спрашивает. Они родились, они живут, мы за них заботимся, мы их кормим, мы их одеваем, мы их воспитываем. Да? И они говорят, слушай, что-то ты мне не нравишься, как родитель. Я говорю, что вы говорите? А вас никто не спрашивает. Нравится, не нравится. Ты уже ничего с этим сделать не можешь. Я твой родитель, и ты находишься в моей власти. Но наступает момент, когда он приобретает силу, скажет, слушай, я пошел отсюда. Я не хочу быть большей частью твоей семьи. Мы встречаем таких? Да. Они все равно, как бы, мои дети. И я говорю своему сыну, знаешь, на этот факт уже повлиять нельзя. Ты уже с этим ничего не сделаешь. Ты мой сын. Я родил тебя, и ты мой сын. Хороший, плохой, послушный, непослушный. Ты кто? Ты мой сын. И может, это мне не нравится. Ты мой сын. Может, тебе это не нравится. Ты все равно кто? Мой сын. Но у тебя есть определение. Самоопределение. Ты будешь жить со мной, как часть моей семьи, а можешь этого не делать. Я не могу тебя заставить после определенного возраста жить в моем доме, выполнять мои правила. Ты можешь это делать только самостоятельно. Это твое самоопределение, отождествление себя с моим дому. Понятно, о чем я говорю? То есть, быть частью народа вас никто не может заставить. Быть частью семьи вас никто не может заставить. Быть частью общины вас никто не может заставить. Вы должны сами это решить. Понятно, о чем идет речь? Наступает вопрос самоотождествления. Когда я говорю, я принадлежу этому дому. Я являюсь частью этой общины. Я это делаю. Понятно? Это вопрос самоотождествления. Когда я отождествляю себя с этой семьей, с этим домом, с этой общиной, с этой общиной людей. Я говорю, я часть их. Я вхожу в число этого народа. Значит, я принимаю все, что свойственно этому народу. Я принимаю его судьбу. И потому что я согласен разделить судьбу этого народа. Я становлюсь его частью. Я соглашаюсь с его обычаями. С его культурой. Почему? Потому что я хочу быть его частью. Нормально, если я прихожу в дом и говорю, так, что у вас здесь за порядки? Так, я с этим не согласен. Давайте-ка начнем все делать по-другому. Как вы вообще нормально к этому отнесетесь? Вы скажете, подождите, это чей дом? Твой или мой? Мой. А если это мой дом, то ты должен быть согласен с чем? С моими правилами. Правилами моего дома. Ты не можешь прийти сюда и сказать. Так, что-то мне нравится. Не нравится. Что-то у вас до этого все было неправильно. Я сейчас расскажу, как правильно. Глупо, да? Если ты становишься частью этого народа, частью этого общества, то частью этой семьи, то ты принимаешь то, что принято здесь, до тебя. Ты соглашаешься вот с этим. Если ты хочешь быть частью этого народа. Понятно пока, да? То есть самоотождествление – это очень важная часть. Потому что Новый Завет говорит, вы никогда не народ. Откуда у вас народное самосознание? Еще раз. Вы никогда не народ. Если вы никогда не народ, если вы никогда внешние, то у вас есть народное самосознание. Отождествление себя с народом. Вы жили. Сами себе народ. Вы жили, заботились о ком? О себе. Думали о себе. Мечтали о себе. Ну, может вы не конченые эгоисты, конечно. Думали еще о своих родных, близких, детях. Но все равно вы думали о себе. И это нормально. Ненормально думать о ком-то другом. Заботиться о ком-то другом. В глазах этого мира это не совсем нормальная ситуация. И нас беспокоит то, что происходит со мной любимым. Это свойственно для нас? Да? Если кому-то это удивительно, выйдите на улицу и узнаете. Поинтересуйтесь у людей, о ком они беспокоятся. О вас или о себе? Понятно, о чем я говорю? Людям свойственно переживать за себя, за свою судьбу. Они думают о себе. И мы так когда-то думали и жили. Мы так когда-то жили. Но теперь, ныне вы народ его. А значит, вы должны думать уже о народе. Должно быть народное самосознание, народное самоотождествление. Когда я слышу историю о всеобщем преуспевании, люди спрашивают, слушай, что мне делать, чтобы преуспеть? Да? О ком они думают? О себе? Они думают, покупают книжки. 28 ступеней преуспевания. 5 ключей к успеху. Четыре двери. Пять секретов. Я когда читаю эти названия, я просто в захвате. То есть, у меня есть тайное знание. Стоит вам купить эту книжку, которая, кстати, не очень дешевая, и я сразу начну преуспевать. Ну, я автор, имеется в виду. Начну сразу преуспевать. Автор таки начинает преуспевать, все нормально. У него все хорошо. Ну, знаете, это как в старом анекдоте, когда там ели рыбу, да? И он продавал мозги своему товарищу от рыбы. И тот кушает, понимает, что очень дорого. Говорит, что я что-то не понял. Я заплатил столько, что можно было купить всю рыбу, как задние мозги. Говорит, вот видишь, уже работает. Уже поумнел, уже все нормально. То есть, когда покупаешь эту книжку, ты с течением времени понимаешь, что тот, кто его продал, так и начал преуспевать. Уже работает. Пора самому начинать писать, чтобы преуспеть, как он. Понятно, да? То есть, ментальность. Мы сообщим вам секретные знания, и вы их, как только узнаете, вы как преуспеете. Как все, как сразу изменится. Это брехня. И что, говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас. Говорит, если вы пребудете в книжках, если вы приобретете какие-то отдельные специальные знания, говорит, если вы пребудете в Слове Моем, не Васином, не Петином и не Колином, если вы пребудете в Слове Моем, а пребывать – это исполнять постоянно Его Слово. Говорит, если вы будете постоянно исполнять, то вы что-то узнаете. Не если вы что-то прочитаете, вам что-то расскажут. А если вы будете исполнять Его Слово, тогда вы что-то узнаете. И то, что вы узнаете, тогда освободит вас. Вы узнаете истину, которая вас освободит. И это происходит не от чтения, а от практики. И не практики какой-то книжки, а практики Его Слова. Немножко другой подход. Нам интересно, нам хочется встретить такого умного, красивого, талантливого, который скажет, так, все идите ко мне, я вам расскажу, где вложить вам ваши деньги, чтобы у вас жизнь удалась. И приходит, ложит, и потом у них удается. Те, кто говорил, куда вложить. У всех остальных не очень, а те, которые говорили, у них все хорошо. Правда, потом за это тоже придется отвечать, но это второй вопрос. Понятно? Нам хочется найти какого-то гуру, эксперта, который сведущ, и который нам расскажет, что нам с нашей жизнью делать. И мы готовы таких людей слушать. Но это неправда. Нету никакого тайного сокрытого знания. Есть его истина, и если вы ее исполняете, то она вас освободит. Я тоже испугался, думаю, что у меня произошло. Все хорошо, спасибо. Спасибо. Все нормально. Я ее спрячу. Теперь никто не будет видеть, даже если она будет падать. Итак, понятно? Здесь идет речь об исполнении его слов. И когда вы будете исполнять его слова, свобода придет к вам. Вторая часть. Вторая часть. Не идет речь о личном успехе. Когда мы ищем всех этих вещей, тайного знания, каких-то формул, каких-то шагов, принципов и так дальше, мы хотим успеха для кого? Для себя любимого. А он говорит о ком? О народе. И он говорит, послушайте, есть легкая проблема. Весь ваш успех может быть перечеркнут судьбой всего народа. Вот вы так супер преуспели, а пришел дедушка Гитлер, который говорит, так, отлично, теперь все отдай. Почему? Это же мое. Говорит, ты кто у нас? Еврей? А давай. Я все делал правильно. Я изучил все шаги, получил все ключи, все знания у меня. Говорит, да, и лицо у тебя. Так что разделишь судьбу своего народа. И есть твой личный успех, извините, закончился. Почему? Потому что ты будешь делить свою судьбу судьбой народа. И наша судьба, как верующих, неразрывно связана с судьбой народа. Потому что когда верующих будут гнать, извините, ключи, шаги и все остальное не работает. Или ты разделяешь судьбу народа, или, извините, ты перестал быть частью этого народа. Понятно, о чем я говорю? очень важный аспект этого. Не сосредоточенность на личном успехе, а разделить судьбу народа. Вы знаете, где теория преуспевания не работает? В Китае, к примеру, не работает. В тех странах, где происходит гонение за веру, очень странно, проповедники преуспевания туда не ездят. Там она не работает. Почему? Потому что там люди гонимы за веру. Там проблемы. Вера вызывает определенные сложности в жизни. В первой апостольской церкви и в первой церкви стать верующим это нажить себе проблем. Это не теория преуспевания. Это не ты не начинаешь преуспевать, а ты начинаешь иметь проблемы на свою голову. В первой церкви было такое понятие, как оглашенные. Не слыхали никогда? Тем, которым провозглашено Евангелие. И они вроде как бы готовы его принять. Ему говорят, послушайте, давайте так. Мы вам сказали Евангелие? Да, мы готовы. Тихо, тихо. Теперь мы хотим быть уверены, что вы действительно готовы разделить судьбу народа. Мы не хотим, чтобы вы сейчас пришли, а завтра отреклись от веры. Мы не хотим, поэтому вы пожалуйста взвесьте, готовы ли умереть за ту веру, которую вы сейчас так с легкостью принимаете? Готовы ли вы разделить судьбу верующих, а иногда их в общем-то убивали? И это не было большой редкостью. Понятно, да, о чем мы говорим? То есть стать верующим тогда это было не преуспевать, а лишиться того, что ты имел. Почему? Потому что ты разделял судьбу народа, становясь частью народа. Несколько другой подход был у тех верующих. Другой Евангелия чуть-чуть, не преуспевания. Понятно, о чем идет речь? И когда Бог обратился к Аврааму, он говорит, для чего я это все сделаю? Для того, чтобы потомки твои, они продолжили твой путь, они ходили моими путями, исполняли мои заповеди. Смысл всего этого передать все в будущее поколение. Я тебя люблю, Авраам, но не все сосредоточено на тебе. Я благословлю тебя, благословлю благословляющих, я произведу от тебя великий народ, но это все для того, чтобы вы ходили моими путями, вы передавали это все дальше. Удивительные вещи. Удивительные вещи. Все не сосредотачивается на мне любимом, здесь все не для меня. Но зачастую мы понимаем, что благословение Авраама это чтобы я был успешный, богатый и довольный. Он говорит, Авраам, все это для того, чтобы ты передал это своим детям. А дети передали кому? Своим детям. И завтра мы будем говорить тоже может быть об этой передаче. Сейчас заглянем. секундочку. с подогреваем. Спасибо. 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 Продолжение следует... То есть, понятна основная мысль? Отождествление себя с народом. Стать частью народа для того, чтобы разделить судьбу народа. И это то желание, которое было у Бога. И мы можем понять это, только став частью народа, добровольно, добровольно разделив судьбу народа. Понятно, да? Наступило время, когда Бог вступает с человеком во взаимоотношения как с чем? С личностью, как частью народа. Для всего народа. И это то, что мы видим в Новом Завете. Бог имеет личное отношение с каждым из вас, для вас, но и для народа. Даром для всего народа. Вы являетесь даром для всего народа. Бог дает вам откровения. Для вас? Или для того, чтобы вы передали? Дальше. Чтобы вы находились в общении с верующими и могли делиться с ними. Когда вы сходите вместе, у каждого из вас есть слово, псалом. Что-то есть. Откровения, пророчества, песня. Что-то есть. Для чего? Для того, чтобы этим поделиться с другими, назидать других. Если вы думаете, что это для меня лично, и больше никому я этого не дам, существует проблема. Почему? Иоанн говорил, что если вы ходите во свете, подобно как он во свете, то имеете что? Общение с друг с другом. Если вы не имеете общения, то на самом деле, извините, вы обманываете сами себя. Вы не во свете. Потому что если вы во свете, тогда вы общаетесь с другими. Там слово, которое называется канония, обмен жизнью. Вы меняете свою жизнь, разделяя ее с другими верующими. Вы являетесь частью, кого? Народа. И это добровольная часть. Вы входите в общение добровольно. Написано, да, что они вышли от нас, потому что не были нашими. А в самом деле, они вышли, потому что не были нашими. Они не стали нашей частью, поэтому они смогли легко. Вошли. Потому что они не были нашими. Почему они не были нашими? Потому что они не имеют части с нами. Они не разделили. Знаете, я скажу вам большую тайну. Готовы к тайным, да? Интригую, да? Когда вам собирается открыть большую тайну, знайте, что это уже что-то не то, потому что все тайны, они существуют для того, чтобы их открыть. Господь, Он приходит и открывает тайны. Поэтому, если вам будут открывать отдельно по секрету тайну, с которой вы не должны никем делиться, знайте, что очевидно, эта тайна не оттуда. И я открою вам тайну, которую каждый из вас знает. Окей? Это тайна. Мне не все нравится у меня дома. А всем здесь все нравится у себя дома? Нет. Это тайна? Ну, мы об этом обычно не говорим, поэтому... Мне это тайна. Но это тайна, которая известна каждому. Нам не все нравится. И странно, мне не все нравится. Но тогда, когда мне не нравится, я, наверное, бросаю свой дом и ухожу оттуда. А, это чей-то дом? Мой. Куда мне идти? Куда же... Ну, это же мой дом. Куда я могу уйти? Это же... Чей дом? Мой. Я здесь живу. Нравится мне это? Не нравится? Я здесь живу. Я живу и разделяю судьбу тех людей, которые живут вместе со мной. И каким-то образом мы решаем те вещи, которые нам не нравятся. Мы что-то делаем с тем, что нам не нравится. Мы не бросаем наши дома и не уходим. Ну, теперь я буду жить в другом доме. И пошли именно. Там не понравилось. Там бросили куда-то, пошли в другое место. Там не понравилось. Ну, жизнь кочевников, да? Ну, это не те кочевники. Там, где мой дом, там я и живу. И я не бросаю. Несмотря на то, что мне что-то не нравится. Мне что-то, может, очень не нравится. Но я буду это менять, исправлять. Прежде всего, в себе. Знаете, да? Что если вам что-то не нравится в вашей жене, она вам надо исправиться самому. Спасибо, сестра. Я знал, что сестрам это понравится. Если что-то не нравится, то надо исправлять в себе. Особенно, если не нравится мужчине, то, понятно, кто должен исправиться. Итак, не это вы имели в виду? Вы про себя? Хорошо. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим, когда мы входим в народ, становимся частью народа. И если это наш народ, наш дом, то мы отсюда не выходим. Если мы вышли, то значит, мы были чужими там. Мы были просто... Мы зашли на время и вышли. Откуда мы узнали о том, что они были не наши? Потому что они вышли. Вот и все. Надо расслабиться. Надо не напрягаться. Не надо их тянуть всех обратно. Уговаривать. Скажите, ну, пожалуйста, ну, будьте нашей частью. Ну, пожалуйста, ну, придите к нам. Слушайте, да у вас здесь ничего нет. Если бы у вас здесь было ваше, то вы бы никуда не ушли. Люди спрашивают. Вы когда стали верующими, и люди об этом узнали, они спрашивают, слушайте, вы деньги туда носите? Первый вопрос, да? У мужчин обычно первый вопрос другой задают. Ты бросил пить? У женщин деньги. Я понял. Ну, с течением времени у мужчин бросил пить, курить и ходить по девочкам, потом уже последний контрольный выстрел в голову. Ты же деньги туда носишь? Те люди, те люди, они другими словами вас спрашивают, вы это серьезно? Насколько вы серьезно относитесь к этому мероприятию? Вы не шутите? Вы серьезно? Вы серьезно готовы платить цену? Вы серьезно готовы отдавать туда часть своей жизни, которая, понятно, что является общей ценностью? Для них, для вас, ну, денег какая-то ценность, да? У кого тут деньги и не ценность? При выходе отдадите. Вы аккуратно тут. Тут аккуратно. Это же мессианская община. Не ценность? Отдадите. Все, выйдите, там корзинку поставьте, там оставите. Понятно, да? Ну, так то, мы ходим на работу, мы что-то делаем, ну, это часть нашей жизни. Это часть нашей жизни. Мы, ну, как бы понимаем, что мы имеем определенную ответственность, нам надо одеваться, питаться, ну, что-то делать надо. И мы для этого тратим свои силы, для того, чтобы получить какие-то бумажки, и они являются какой-то ценностью, потому что мы платим цену для того, чтобы их получить. И люди спрашивают, слушайте, вы вот это вот все проделали, а теперь просто так идете и отдаете это вот им? Говорим, да. Ну, если мы это делаем. Если вы этого не делаете, не говорите, да. Шутку никто не понял, да? Хорошо. Просто напряжение какое-то непонятное, я думаю, может, не отдаете, откуда я знаю. Может, только один человек, который готов расстаться с деньгами. Итак, мы что-то приносим, потому что это наше. Это наше. Это часть моей жизни. Это моя община. Мой народ. И я разделяю судьбу этого народа. Меня беспокоит, есть ли в этом доме пища и питье, есть ли в этом доме нужды, которые надо покрывать. Понятно, да? И эти нужды покрываются не только 10% от которых так много говорят. Знаете, я не знаю домов, где муж приходит в дом и говорит, вот тебе жена 10%, я свою обязанность исполню. Знаете такие семьи? Я не знаю, я не встречал. Может быть, можно исполнить обязанности за 50%? Нет, мы так не живем. Если это мой дом, то я решаю нужды этого дома до тех пор, пока они не решены, пока они не восполнены. Это называется ответственность. И если это мой дом, моя община, то я прихожу туда и трачу свои силы, время, деньги до тех пор, пока нужды не покрыты. И если я так живу, так трачу себя и удовлетворяю здесь нужды, потребности, чужие, свои, и эта часть меня, я отсюда вот хлопну дверь и уйду? Если мне что-то не понравилось, скажу, ах, вы такие, все, я бросаю все и ухожу. Это вообще нормально? Если вы так делаете или видите людей, которые так делают, послушайте, на самом деле они не были частью этого дома. Они не отождествили себя с судьбой этого народа. Они не стали частью всего этого. Понятно, да, о чем я говорю? Поэтому очень важно самоотождествление понять, что тот народ, который назван Божьим народом, это мой народ. И мой народ, это значит, что я готов разделить с ним его судьбу. Хорошо это будет или не очень? Радостно, весело, торжественно или печально со скорбями и слезами. Это мой народ и его судьба это моя судьба. Русь, моя Витянка, сказала в свое время на имени, твой Бог будет и твой народ будет, а значит, я соглашусь с тем, что я буду разделять судьбу народа. И став верующими, вы согласились с тем, что вы будете разделять судьбу народа. У вас ваша личная судьба, она может быть успешной или неуспешной, но она будет неразрывно связана с судьбой народа. Поэтому, когда вы много думаете о себе любимом, да, то вспомните, что придется разделить судьбу народа. И я не верю в личное преуспевание, если оно отдельно от судьбы народа. Мы можем преуспевать только вот здесь, а не на стороне. Понятно, да? Поэтому поиски преуспевания вот здесь – это хождение во тьме. Вопросы, предложения, пожелания? Нет? Ну, тогда на сегодня наверное все. – – Продолжение следует...